всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду мы живем в испании уже 6 лет и все это время я с большим интересом изучаю испанскую кухню до ближайшего относительно крупного городка 50 тысяч населения примерно 15 километров но даже и в этом крупном городе самый лучший самый крутой торт который можно купить об обычном магазине или кондитерки это какой-то ужас с постсоветского прошлого в стандарте эта пара коржей с толстенным слоем масляного крема белого или шоколадного присыпано какао может быть и все с точки зрения кулинарного искусства наши окрестностей что какая-то жуткая дыра застрявшая в позапрошлом веке у моих операторов тут недавно случилось день рождения они пригласили своих школьных друзей на пейнтбол ну всякие запуске мы там сами приготовили бутеры быстренько построгали а в качестве сладкого вынуждены были заказать частным образом у одной русской девушки очень красивые очень вкусные классные муссовые пирожные потому что повторюсь в магазине купить такого просто невозможно так вот угощали детей и их родителей этими пирожными и одна испанская мама восхищенная неземным вкусом этих пирожных допытывалась у нас действительно ли это постер с типико русо на то есть типичный русский десерт то есть испанцы в нашей дыре понятия просто не имеет что творилось в кондитерском мире последние четверть века это одна сторона вопроса вторая цена стоили такие маленькие пирожные дорого прям конкретно дорого одна маленькая штучка 5 евро хотя готовить все это дело самостоятельно не настолько сложно и совсем уж не так дорого как ходит покупать готовые изделия к тому же я знаю что многие подписчики попробовав дел домашнюю колбасу открыли себя новый бизнес их домашнюю продукцию прекрасно раскупают друзья знакомые и уже не только знакомые так вот классная современная кондитерка это еще один замечательный способ поправить свое финансовое положение сегодня буду готовить муссовый шоколадный торт на шоколаде в шоколаде под шоколадом перечень продуктов и основные этапы готовки прочитайте в самом конце а сейчас приступим начнем с выпечки бисквитного шоколадного коржа яйцо сахар соль надо прогревая на водяной баню сбить добила ну не добила но до плотный такой светлой пены важно перегреть чтобы яйца не свернулись как только пена получена кладу сюда масло шоколад ванильный экстракт и перемешиваю сняв с огня перемешиваю до полной однородности отлично сюда отправляется вода перемешать и пусть постоит минутку муку надо смешать с разрыхлителем до однородности и можно замешивать тесто для бисквита хотя я забыл кофе заварить как тут поживает моя ароматная смесь отлично поживает кофе надо смешать с яично-сахарно-шоколадно-масляной смесью и его теперь замешиваю тесто но муку надо высыпать по частям чтобы комочков не получилось так кстати духовку уже нужно нагреть до 180 градусов и форму подготовить подготовка проста лист бумаги пойдет на дно и фольгой прикрою чтобы не располагалось ничего боковые стенки надо смазать маслом можно выливать тесто выпекаться будет примерно 25 минут верхний и нижний нагрев приготовление тортов такого типа складывается из нескольких этапов которые можно очень сильно разнести во времени поэтому наготовьте сразу целую кучу таких коржей упакуйте каждый отдельно и заморозьте и когда вдруг соберетесь приготовить торт вам заморачиваться с выпечкой не понадобится в морозилке вас будет дожидаться готовый бисквит и не один бисквит готов надо его отделить от стенок впрочем они были смазаны маслом поэтому все очень легко отделяется так ну а вот когда он остынет останется разрезать его на две части вот теперь готовлю шоколадный мусс сначала залью желатин холодной водой минут на 10-15 чтобы на разбух а к шоколаду добавлю сливки и растоплю в микроволновке можно и на водяной бане топить шоколад очень легко перегреть микроволновки и испортить поэтому грею маленькими импульсами по 10-15 секунд каждый перемешиваю после каждого прогрева выше 50 градусов греть нельзя разбухший желатин примут в этой воде разогреве на кроваволновке что он разошелся быстрее и теперь его к шоколаду и перемешать до однородности так а сейчас нужно сразу два дела сделать практически одновременно во первых приготовить сироп во вторых взбить яйца сиропом все просто вода и сахар и греть до растворения с яйцем еще проще разболтать как только сироп готов то есть сахар полностью растворился тоненькой струйкой выливаем его в яйца при непрерывном помешивании если бухнуть сразу весь не взбивая желток свернется смесь от горячего сиропа хорошо взбивается отлично можно кстати и ручным венчиком все взбить потратить так сказать сначала калории которые вы потом поедая торт восполните вот такая смесь нам нужно к шоколаду ее и до однородности так а теперь уже в другой посуде нужно сбить сливки до мягких пиков они должны быть очень очень хорошо охлаждены и еще момент для мусора очень важно на мой вкус не перезбить их сначала на маленькой скорости делаем затем ускоряемся вообще лучше не до сбить чем перезбить ну так уже достаточно а теперь смешиваем все вместе аккуратно ну все мусс готов и можно собирать торт дно формы затянул пищевой пленкой теперь вниз один корж обратили внимание да я форму разденул так чтобы размер кожа был меньше по диаметру чем диаметр торта для того чтобы боковые стенки были целиком из мусса тогда они ровные будут чтобы еще ровнее были закрою их пленкой это специальная кондитерская если вы такой еще не обзавелись просто смазывайте стенки формы сливочным маслом и наклеивайте на нее бумагу для выпечки жалко такую вощеную к ней точно ничего не приклеится вообще кстати вот все эти кондитерские штучки типа и шоколад промышленный непромышленный профессиональный он на первых дешевле во вторых маленькими каплями и все вот эти вот ленты и формы можно найти в многочисленных магазинах интернет-магазинах для кондитеров там все это есть ну или на алиэкспресс ищите ковалевая половину мусса сюда и сейчас минут на десять морозилку что поверхность слегка схватилась и вот смотрите сейчас уже поверхность легко удержит второй корж отлично и остатки муссу сюда все все процессы завершил его нужно отправить в морозилку минимум на четыре часа я на всю ночь отправлю завтра закончу немного подумал и все-таки накрыл пленкой в контакт этот торт чтобы было проще поверхность выровнять под будущую заливку продолжаем разговор сегодня нужно торт разморозить покрыть глазурью и съесть впрочем съесть его можно и завтра с глазурью все очень просто желатин опять-таки заливаю холодной водой минут на 10-15 а сахар надо растворить воде и сливках перегревать не стоит растворился сахар и достаточно теперь какао сюда и перемешиваю до полной однородности и тут надо постараться смотрите какая красота отлично все снимаю с огня и растворяю здесь желатин до полной однородности можно даже и блендером пройтись если руками лень только лучше это делать так чтобы не спинивать глазу ну все она готова процеживаем чтобы от пузырьков избавиться и накрываем пленкой в контакт и даем остыть до 28 градусов на самом деле такая глазурь прекрасно хранится ее можно остудить убрать в холодильник пусть она там состоится до морковного заговорня когда понадобится вытаскиваете разогреваете в микроволновке до тех же 28 хорошенько перемешиваете можно даже блендером пройтись только опять же чтобы пузырьков не нахватать и используете остыла и вот только сейчас можно доставать торт из морозильника раньше ни в коем случае нельзя он же холодный на нем моментально появится конденсат и тогда глазурь очень плохо ляжет существует два основных способа сборки таких тортов либо его верхушкой вниз собирают то есть верхняя часть окажется вот это либо верхушка вверх как я в этот раз когда собираешь верхушкой вниз то корж нижний кладется сверху и получается что основание торта при заливке получается очень ровным и гладким это хорошо для тех тортов которые нужно оставить ровную гладкую поверхность если сверху что-то еще нужно украсить то можно его так собрать как я все то есть я немножечко поленился сейчас на этот противень на подставку я поставлю торт и оболью его глазурью глазури буду лить много она будет проливаться и чтобы ее не потерять потом еще можно и второй и третий раз использовать я застелю дно противня этой пленкой пищевой чтобы всю оставшуюся слившуюся с торта глазурь можно было легко собрать и повторно использовать вот так в качестве подставки использую тарелку перевернутую все готово приступаем выливать глазурь нужно быстрым и уверенным движением действительно быстрым это важно будете лить медленно торта ледяной она быстро схватиться и получится некрасивый наплыв вы видите эти капли просто так как снять не получится не потянут собой боковую поверхность показываю в чайнике кипяток нагреваем лезвие насухо вытираем и снимаем лишнее пользуйтесь а теперь торту надо таять внутри то ледышко можно ставить его в холодильнике на несколько часов на перекладывать на блюдо лучше сразу мне уже не терпится разрезать и попробовать вот хорошо для вас секунды пройдут резать надо также горячим сухим ножом так такой мощный запах шоколада просто обалденный нежнятина насыщенный вкус вот этого бисквита шоколадного он еще с ванилью очень нежный прям тающий во рту мусс как облако какое-то и вот этот вот глиссаж сверху он тоже шоколадный сочетание совершенно обалденное если вы любите шоколад то готовьте сразу несколько коржей замораживайте лишние я думаю за две недели вы наверное раз пять этот тортик приготовить потому что если коржи уже у вас готовы то все готовится быстро на мусс уходит от силы там полчаса глиссаж тоже нам побольше сделать вот того количества что я приготовил хватит наверное еще и на второй торт залить просто маленьким количеством заливать не очень удобно вот поэтому приготовьте раза в два больше глиссажа и весь оставшийся там собирайте оставляйте в холодильнике прекрасно хранится еще момент сейчас я еще один кусочек возьму очень вкусный торт что касается бизнеса я посмотрел на цены на такие торты в москве на муссовые торты они начинаются примерно с полутора тысяч за килограмм веса я заглянул в интернет магазины которые доставляют продукты утконос заглядывал посчитал сколько денег уйдет на такой торт у меня получилось 803 рубля торт весом 1,9 килограмма а если брать шоколад и сливки это самые дорогие составляющие этого торта в специализированных магазинах для кондитеров там где профессиональный шоколад продают он просто в больших упаковках каплях продается там по килограмм по два с половиной сливки по килограмму сразу то цена за весь этот торт составит 675 рублей то есть 355 рублей за килограмм сравните полторы тысячи продают за килограмм и 355 мне кажется это отличная маржа для домашнего бизнеса короче готовьте осваивайте это дело зарабатывайте и будьте счастливы огромное спасибо за компанию за дизлайки за лайки за репосты за ваш совет благодарен не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока